Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И дети учились родной грамоте по псалмам Это было большое отличие, особенность Потому что на родном языке нигде не изучали Писание Вторая особенность В народе возникло живучее убеждение Очень интересное убеждение Что веру мы приняли не от греков, слышите? А от Бога Вера от Бога, а не от греков Ну, это же так и есть, наверное Вера от Бога Я очень согласна с первым, вторым и третьим пунктами Понимаете ли? То есть, так как народ это воспринял Уже имея какие-то понятия о Евангелии Вот И третья особенность С самого начала христианства на Руси Оно получило возможность развиваться И в формах обрядовых И в формах евангельских То есть непосредственного общения с Богом И народ Простой народ в массе своей Очень тяготел К этому живому личному общению с Богом Именно этим Это было мотором Расцвета Русского монашества Где Веденец с Богом сам Человек хочет общаться Вот Ну и теперь Вот русские богословы Первыми такими богословами Оказались Три русских князя Это, конечно, Владимир Креститель Это Ярослав Мудры Это Владимир Мономах То есть в Киевской Руси Было два-три таких князя Которые очень продвигали Развитие христианства Ну, князь Владимир Уже мы упоминали его значение Что он, собственно Внедрил это христианство Как государственную религию А теперь я хочу рассказать О Мономахе Владимир Мономах Нет, извините Ярослав Мудрый Ярослав Мудрый Его годы Значит, будет 1019-1054 Его годы княжения Это удивительнейший князь Он создал при дворе Настоящую средневековую академию О нем написано И любил Ярослав Церковные уставы Читал их часто И ночью, и днем И собрал писцов многих И переводили они С греческого на славянский язык И написали они Книг множества Ими же поучаются Верующие люди И наслаждаются Учением божественным Велика ведь бывает польза От учения книжного Книгами наставляемые И поучаемые На путь покаяния Ибо от слов книжных Обретаем мудрость И воздержание Ибо кто часто читает книги Тот беседует с Богом Или святыми мужами Тот, кто читает Пророческие беседы И евангельские поучения И жития святых отцов Получает душе Великую пользу Обратите внимание Книжные научения Книги Имеется ввиду Только духовного содержания Здесь Книжные учения Ну, представляете себе Какого расцвета достиг Киев При этом мудром князе Ни разом Недаром название его Ярослав Мудрый Киев Был одним из чудес света Там были золотые ворота Там бурлила жизнь Шесть дочерей князя Были замужем За князьями И королями Европы Известно, например Его дочь Анна Была королевой Франции Не было никакого Отставания Руси Тогда От Запада Она была на этом уровне То есть Удивительнейшая закономерность Это Все ли знают Эту замечательную притчу При благоденствии Праведников Веселится город И одиннадцатый Благословением Праведных Возвышается город Но там есть и вторая часть При погибли нечестивых Бывает торжество И устами нечестивых Разрушается город Вы понимаете ли Это Серьезная Великая вещь Вот это мы видим В Киевской Руси При княжении Князя Ярослава И потом Владимира Мономаха Созидается город Созидается торговля Завязываются Межгосударственные связи Просветают Ремесла Архитектура Искусство Богословие Вы понимаете ли Жажда учиться Это же целую академию Создал Ярослав Мудрый Он сам спать не ложился Не почитав Евангелие Все вокруг Князья Брали с него премьер Это был премьер головы То есть Писание И жития святых Богоугодное чтение Они входили в моду В обиход Это же очень важно Как голова Так и весь народ Я бы хотела пожить В том Киеве Когда понимаете ли Вот как ветер В паруса дует Все интересно Все можно Все достижимо Во времена Ярослава Мудрого Была построена Была построена Храм Святой Софии По образу И подобию Святой Софии Византии Это был центральный храм Который еще Юстиниан Пятый, шестой век Строили Я хочу Продолжить Историю этого храма Новгородцы Потом Восприняв величие Упавшего Киева Первым делом Построят Тоже Софию А почему София? А там Купол А купол означает Весь мир Всемирность Христианства И ты Имеешь отношение Ко всемирному Христианству На освящении Святой Софии Была прочитана Проповедь Проповедь Читал Первый Русский Митрополит Иларион Все митрополиты Были греки У нас И потом Они будут греки Исключение Представляет собой Иларион Мы на нем Специально Остановимся На Иларионе Написал Он Слово О законе И благодати Иларион И это Была Его Проповедь На открытие Святой Софии В 1051 Году Когда Было Крещение Руси У нас Праздник Крещение Руси Это был 88 Год То Вот это Слово О законе И благодати Митрополита Илариона У нас Читали с Кафедры Как Проповедь Настолько Мы Согласны Я Начну Первый Кусочек Читаю Благословен Господь Бог Израилев Бог Христианский Что Посетил Народ Свой И сотворил Избавление Ему Ибо Вовсе Не попустил Творению Своему Пребывать Во власти Идольской Тьмы И погибать Служение Бесовском Но прежде С крижалями И законом А продал Рот Авраамов Затем же Сыном Своим Спас Все Народы Евангелием И крещением Переводя Их В обновление Возрождения В жизни Вечную Ну согласны Мы с каждым Словом Тут Восхвалим Же И прославим Его И Престан Восхваляем Его Ангелами И поклонимся Тому Кому Поклоняются Херувимы И Серафимы Ибо Презирая Призрел На народ Свой И не Последник Не Ангел Но Сам Спас Нас Не Призрачно Придя На землю Но Истинно Плотью Пострадав За нас До смерти Собой Воскресив Нас Понимаете То есть Основные Идеи Илариона Начинаются Традиции Осмысления Истории В Отечественной Культуре Это оригинальный мыслитель И эрудит Эрудит Понятно Он очень много знает Здесь Вот в этом его Слове Используется И культура Византии Болгарии Чехии Западной Европы Он понимает Историю Как поступательное Движение Он говорит О торжестве Разума Над тьмой Невежества Язычества Разум Это для него Просвещение Письменность Интеллект И все В связи С Новым Заветом Это знаете Это очень светлое Послание Это очень светлое Он видит Всю Русь Залитую Светом Божьего Слова Поклонение Христу Свет И впереди Свет Ну Он показывает Закон И благодать Он показывает Преимущество Нового Завета Перед Ветхим Заветом Он приводит Интереснейший Пример Вы помните Гелеон Вопрошал Бога И просил Знамения Сначала Он говорил Ты Пускай Будет Роса Только на Шкурах А на Земле Земля будет Сухая А потом Наоборот Да Иларион Знаете Как толкует Сначала Была Роса Благодати Только на Народе Израильском А потом На всей земле А на народе Израильском Уже не было Уже Там не было Росы На этой Мехе Он сравнивает Закон С работной Агарью А благодать С свободной Сарью Это все-таки Все идут У него Такие толкования Здесь Это очень интересно Написано Потом Он показывает Роль закона Подготовить Истинную Благодать Истина Говорит Он выше Сиюминутной Пользы Есть Сиюминутная Польза Ну Для Чрева Их бог Чрева Их конец Погибель Сиюминутная Польза Это съесть Взять Иметь Но Истина Она выше Истина Выше И вот То есть Он Вот Такое Богословие У него Истина Упрочивает Животворящее Бытие Мои дорогие Это я читаю У меня сердце Все тает Истина Упрочивает Делает Прочным Животворящее Бытие Можно Изо дня В день Перекатываться Жить А можно Иметь Животворение Иметь Радость Иметь Благодарность С утра Славить Бога Закон Веселит Явным Не ведая Тайного А Дает Малое Не ведая Вечного Как работный Агарь А конец Закона Благодать Еще Он Говорит Благодать Свобода От Всякого Гнета В том числе И от Гнета Религиозного Он воспринимал Язычество Как гнет Религиозный Освобождение От Византинизма Мы Приняли Это он Провозгласил Вера От Бога А не От Греков Он Показал Что Мы Наше Освобождение От Византинизма Независимость Самобытность Руси Есть Новые люди Которые Познали Истину Он Говорит О ценности Человека Вы знаете Что Это Очень Удивительная Вещь Что Русь Стала Вырабатывать Свою Веру Именно Потому Что Уже Была Евангелие Независимо От Византии От Которой Приняли Церковь И В церкви Самое Главное Животворящее Бытие Вера А не Обряд И Еще Он Сказал Все Мы Можем Быть Причастниками Божеского Естества Что Это Это Возрождение Понимаете Как Так Он Все Это Понимал У Него Был Миссионерский Дух В нем Был Он Был Убежден Что Бог Всех Принимает Ащи И Добрых Дел Не Имеем Но Мы Люди Твои Овцы Паствы Твои Мы Твои Господи Ты Прими Нас Всех Но Здесь Вот Такое Всю Россию Прими Вот Это Весь Народ Который Вернулся К тебе Знаете Что Я Стала Как То Очень Серьезно Относиться К этому Именно В связи С изучением Лютера И Учения Спасения Его Потому Что Когда Лютер Понимал Благодать Что Благодать Это Тип Отношения Бога К Человеку Когда Человек Вот так Поворачивается К Богу На него Изливается Благодать Он Поворачивает Он Не знает Еще Он Не Понимает Еще Он Знания Не имеет Но У него Есть Этот Поворот Когда Когда Почему Имя Господне Кто Призовет Спасется Потому Что Призвать Имя Господне Это Выскочить Из неверия Из Противления Из Борьбы Мир С Богом Я Поворачиваюсь К нему Я Не бегу От него Я Не Гражу Ему Кулаками Я Не Топошить Против Него А Я Принимаю его То Понимаете И Вот Все эти Мысли Они Вот Тут Изложены И Уже Не Идолопоклонниками Зовемся Но Христианами Не Без Упования Живущими Но Уповающими На Что На Жизнь Вечную Это Совсем Иная Жизнь Уповает На Жизнь Вечную Все Народы Помиловал Преблагой Бог Наш И Нас Не Презвел Он Восхотел И Спас Нас И Привел В Познание Истины В этой Высохшей Земле Источник Евангельский Разлился И Он Много Здесь Приводит Из Псалмов Из Цитат Словословия Господу В конце Там Он Говорит Будучи Творением Твоим Помилуй Нас Божи По Великой Милости Твоей Ибо Все Благое От Тебя К Нам А Все Неправедное От Нас К Тебе Ну Как Он Хорошо Понимает Все Неправедное От Нас К Тебе Мы Отдаем Неправедное А все Благое От Тебя К Нам Все Мы Уклонились Все Вместе Непотребные Нет Ни Единого Из Нас Подвязающегося И Ревнующего Небесным Мы Мы Ищем А Прилежим Видимому Да Не Отпадут От Веры Слабые Слабые В меру Наказывай Но Безмерно Милуй В меру Уязвляй Но Милостиво Исцеляй В меру Вергай Вскорь Но Вскоре Утешай Ибо Не В силах Наших Сноси Долго Гнев Твой Как И Солома Огон Хорошие Сравнения Все Очень Поэтому Вот Он Славит 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 И Исповедует Христа Пострадавшего Плоти Успавшего То есть Понимаете Ли Это Солнечное Такое Вот Исповедание В Царствование Княжения Ярослава Мудрого Вот Такое Богословие Евангельское Богословие Оно Существует Книга Написана Образовательный Ресурс Видеосеминарий ТВС Это Ваши Пожертвования Мудро Вложенные В христианское Образование Поддержите Наш Проект Молитвой И Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы можете Найти На сайте 3wtvseminari.com Ярослав Мудрый Он Создал Русскую Правду Это Первый Свод Русских Законов И Здесь Революционный Шаг Был Сделан Он Холопа Впервые Рассматривал Как Человека Что Нельзя Его Убивать Ведь Холопы Считались Ну Как Вот Имущество Как Ты Можешь Что Что Угодно С Ним С Делать И И Человек Который Убил Холопа Или Вред Ему Нанес Он По Этой Русской Правде Он Ответственен Там Это Или Штраф Или Наказание Какое Это Это Было Совершенно Новое Но Рассматривал Мудрый Был Не Один После Него Будет Через Некоторое Время Владимир Мономах Вы Знаете Что Иногда Бог Посылает Нам Удивительных Властителей Богобоязненных Вот Этот Ярослав Который Любил Божье Слово Вы Понимаете Что Там У него При Дворе Десятки Переписчиков Переписывали Переписывали Творения Отцов Церкви Переписывали Евангелие Размножали Свет Такой Из этого Терема Изливался Ну и Потом Своим Примером Своим Поведением Своим Книжением Постройка Этого Собора И Первый Такой Богослов Русский Иларион Митрополит Иларион Киевский Вот Он Эту Эпоху Знаменует И в слове Это отражено Радость Что Россия Примет Христа Я думаю Сколько Такой Знаете Во время Пробуждения Гимн Пели Сколько Раз Тебя Он Тебя Обращался Тебя Поднимал Бог Россию Вот В то В то Время Это Было Действительно Присутствие Божие Там И Могучее Действие Там И Всем Видно Было Киевская Русь Она Сияла Среди Европейских Стран Редактор Субтитры подогнал «Симон»